Я хотела поблагодарить тебя за возможность присутствовать на сатсангах, и вообще за то, что ты есть. Да. Ну это ты благодаришь себя, что ты проводишь сатсанги и приходишь на сатсанги. И я тебе себе могу сказать спасибо тебе, что ты приходишь к себе на сатсангах. И каждому так могу сказать спасибо вам. Внутри вас я говорю себе спасибо, что я прихожу к себе на сатсанг. И так как я внутри вас в каждом, но внутри этого тела я освободился, а в ваших телах я еще не освободился, поэтому я и зову вас к себе на сатсанг, чтобы вам показать себя, что вы такие же свободны, как и я, потому что вы я. Хотела еще сказать, что после того, как я провела некоторое время с тобой, тогда в Испании у меня было... Это был очень болезненный опыт, если честно, жить с тобой. Но это было только сначала. Это было очень болезненно и некомфортно, и вообще мне не понравилось. И я не понимала, почему я такая была... Ну, я тогда была очень каменная, как будто у меня такой щит перед тобой стоял, и все слова я... Ты перед собой, потому что я же твой щит не видел, я же сквозь него шел, а ты его крепче-крепче создавала. Я не знала, я чувствовала, что он у меня есть, и я не понимала, почему у меня вот такое спротивление или щит к твоим словам. Я понимала, что это нужно, это то, что есть, это правда. И я не понимала, почему у меня это никакого, как твоим словам, никакой благодарности, и вообще я жадина и очень плохая. Ну, это было, конечно, непонятно, но я оставила, думаю, как есть, так есть. И прошло некоторое время, и тогда начало все потихоньку видоизменяться внутри меня. Ну, сейчас все по-другому. Я в себе снова. Ну, я была в себе, но это просто такие периоды разные бывают. А период страдания, период такого наслаждения, бытия в себе, что ли. Так это и правильно, оно и должно-то происходить. Разные состояния. Себя. Ведь я, видишь, насколько разный. Посмотри только на этих 12 человек и какой я разный. Ни в одном человеке я не повторился. В этом и есть красота, разность. Да, ведь я сегодня свой срок для страдания и какого-то тяжелых времен. Оно же на какое-то время дается просто, это вспышка такая. Проживание любви, проживание горя, проживание счастья, проживание полода, проживание тепла. Я тебе показал просто насколько ты разная, но ты себя воспринимаешь одинаково. И вот эту разную ты не хотела принимать, когда я тебе показывал. Ну вот я не хотела свою плохую у себя принимать. Я хотела ее скрыть. Ну ты что, я уже поселась. Ну не дай бог. Пелка вы какой-то там появится сейчас. Когда это всплывало, мне было непонятно, почему у меня такие страшные... Ну не страшные, а плохие мысли приходят. И у меня был этот внутренний диалог с собой. Почему? Это то, что ты скрывала от людей, но являлась такой. А это было надо не скрывать, а являться такой при тех людях, которым... Ну, когда ты становилась такой при человеке. Проявляться. Прикинь, солнце появилось, и тут я огород развожу, и тут солнце, а мне дождь нужна. Но я же не покажу солнцу, что я злой на солнце. Я тихоря буду злиться. А солнце одинаково, что я тихоря злюсь, что прямо ему говорим, что мне солнце не нужно. От этого ничего не поменяется. Но если у нас проявляется злость, мы тихоря злимся. Но ни солнце, ни это всё не страдает. Человек не пострадает, которому ты проявишься злая. И самое главное ещё, и ты не пострадаешь. Хотя вчера фильм смотрел, кино. Он говорит женщине, всё-таки не всегда надо говорить правду. Потому что ты сказала правду, и убили мужика. А там мужика убили. Но если всё построено на лжи, то если ты правду говоришь, то что с ложью происходит? Она разрушается. То разве это плохо, если ложь разрушается? Но если разрушается ложь при убийстве, то это плохо. Но если на лжи построено, то мы начинаем правду говорить, это всё разрушается, то лучше это всё разрушить, чтобы если иллюзия и будет, то только на правде. Тогда и не будет иллюзии. Тогда эта иллюзия исчезнет. И следующее проявлено не проявится, потому что оно не сможет проявиться, потому что иллюзии не существует, и значит и проявлений не будет. Но мы продолжаем создавать иллюзию на лжи, и эта иллюзия существует, и продолжается игра. И все эти игру, все люди поддерживают эту игру, потому что им сказали надо замуж выходить, им сказали надо детей рожать, и им всё передали. Нужно это или не нужно? Мы это не узнаем уже. Основное я выразила, это благодарность, она возникала у меня несколько раз. Ну то есть несколько раз. Я пришёл с оценки, у меня возникает спасибо. Но я была с этим осторожна, чтобы не сказать это из каких-то соображений, что я там классная или хорошая, и чтобы просто сказать спасибо, брать спасибо. Благодаря твоему, твоя проявленная в зловости, в непроявленности, это им всё в видео, при мне всё происходило. Ты думаешь, я слепой вообще? Нет. Та же камера, которая снимает 23 на 7. Я себе другую кличку придумал, когда я поездил, поехал в... где я был? Ретрит проводил. Зеркало? Да. Унутреннее отражение. Да. Оно прикольно, просто я видел, как я выворачиваю человека наизнанке, а он такой, ну что ты, Вася, спрячь быстрее, потому что, ну ладно, другие увидят. Я ещё не готов, я не готов ещё вот этим делиться. Ну, Вася, ну, ну, пожалуйста, быстрее, прям всё. Спасибо тебе. Но ты по-другому не могла. Не могла вообще. Вот полная безыборность, как сейчас, так и тогда, я ни на что не могу повлиять или влиять, или изменить то, как оно идёт. Никогда. Ну, оно происходит, и всё, нужно будет идти. Но в себе быть хорошо. Лучше, чем не в себе. В себе быть хорошо. Именно в себе. Но на первое же ты не принимаешь в себе себя. А потом же ты начинаешь видеть, что ты то, что не принимала в себе себя, какую себя не принимала в себе. И ты начинаешь думать, ё-моё, блин. Но вот это именно то, которую я не принимала в себе себя, я являюсь этой истиной, а я не принимала себя в себе. Вот эту. А ту, которую все видели меня, которой я не являюсь, я ходила, как и дура, рассказывала, что это я. Да, что другое искала? Да, такая есть. Благодарю тебя. То, Субтитры сделал DimaTorzok